1 декабря в России отметили Всемирный день борьбы со СПИДом. Так, во многих городах России прошли тематические акции. Новомихайловское городское поселение в стороне не осталось. 29 ноября в 30-й школе для детей 10-11 классов прошел профилактический урок. На мероприятии присутствовали представители администрации поселения. Подробности далее. Это очень молодой фактор. Большинство, если по-моему, пришло. Предупрежден, значит вооружен. Сегодня старшеклассники 30-й школы Новомихайловского городского поселения узнают о том, что такое ВИЧ и о мерах предосторожности. Беседы с детьми проходят регулярно при поддержке местной администрации и молодежного совета. С тех пор, как человечество выявило, что вирус СПИД – это опасность, смертельная опасность для нашей планеты, для нашего общества, такие акции стали проводиться регулярно. С 1988 года такие акции проводятся по всему миру и в нашей стране в том числе. К сожалению, вирус беспощаден. Он убивает независимо от пола, социального развития и тому подобное. И когда мы проводим такие мероприятия, мы показываем лишний раз, что те правила гигиены, правила поведения, они срабатывают, они работают. Это спасает людям жизнь. ВИЧ-инфекция – это медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита человека. Оно поражает не просто клетки организма, а иммунную систему, которая как раз-таки и должна бороться с вирусами. Об этом рассказывают специалисты Туапсинской районной больницы номер два. Было изобретено противовирусные средства, которые только могут отодвинуть процесс умирания этого инфицированного пациента, но не спасают пациентов. И у ВИЧ-инфицированных через несколько лет развивается СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, который неизбежно заканчивается смертью. Во всем мире проживает более 7 миллиардов людей. В эту самую минуту одни обмениваются сообщениями, другие идут на работу, третьи ждут автобус. По статистике СПИД-центра в России от ВИЧ-инфекции ежедневно умирает около 50 человек. Вы знаете, что такое ВИЧ, что такое СПИД? Ну, слышал. В вашем понимании, что это? Болезнь. Мне уже 80 дней, ничего не грозит. Это болезнь иммунодефицита, которая передается, и, по-моему, она первый раз развиваться начала в африканских странах. От обезьяны сейчас очень много таких, как бы, уже прецедентов. Какими путями передается это страшное заболевание? Половой контакт, поцелуи. Здравствуйте, до свидания. Через кровь, через иглу наркоманы передают. Передают. Ну, как жизнь ведет, как разгонит, как это называют. Половым путем. Все? Думаю, да. Воздушно-капельным нет. Узнать свой статус можно в специальных лабораториях. За 2019 год в нашей стране тестирования на ВИЧ прошли более 33 миллионов человек. С каждым годом тех, кто заботится о своем здоровье и отправляется на диагностику, становится все больше. Анастасия Обыч, Алексей Кузьмин. Телеканал Орленок ТВ.